Всем привет, это снова я, Серега, и сегодня я вам расскажу о еще одном бренде, которым я занимаюсь. Это бренд балансбордов, BR Balanceboards. Ну, все началось с того, что как-то раз на день рождения мне подарили балансборд. Это был какой-то китайский балансборд. Штука крутая, конечно, безусловно, но сама доска мне очень не понравилась. Она была тяжелой, неповоротливой, а так как я катаюсь на скейтборде и сноуборде, мне сразу захотелось какие-то трюки на ней делать, и я решил, блин, почему бы не сделать свою доску и попробовать вообще, как это будет. Я сделал первых там несколько досок, они оказались намного легче, не сломались, та же самая прочность, и все как-то пошло-поехало, завертелось, и сегодня вот у нас уже больше 14 моделей, насколько я помню. Все радуются, короче, кайфуют, и я в том числе, мне это очень сильно помогает в катании, и сейчас объясню, почему. Так, начнем, наверное, мы с обычной классической доски ролика. Здесь у нас доска 75 на 35 сантиметров, у нее есть стопперы, это ограничители, которые вроде бы как, по идее, не должны позволять тебе укатываться с роликом, но на самом деле, если вес перенесен уже за ролик, то, конечно, скорее всего, вы упадете. Но, опять же, это такой, как знаешь, больше как предохранитель, он дает тебе понять, что доска закончилась. В данном случае у нас модель KORG, переводится с английского, это пробка, так, у нее здесь пробковое покрытие верхушки, на которой вы становитесь ногами. Приятно, классно, безопасно. Эту доску мы больше советуем приобретать людям домой, потому как пробка достаточно такой нежный материал, несмотря на то, что она, как бы, приклеена достаточно надежно, и все круто, но очень маркий, поэтому только домой. А в остальном, классический балансборд со стопперами. Так, оставим этот ролик, наверное. И дальше у нас есть несколько моделей без стопперов. Ну, мы больше предлагаем модели без стопперов людям, которые уже как-то имеют связь какую-то с экстремальными видами спорта и так далее. Мое личное мнение на этот счет, тяжело в учении, легко в бою. То есть здесь ты сам контролируешь уже, насколько тебе можно заложить балансборд относительно ролика. И на самом деле это немного обостряет чувство. В данном случае у нас модель BORD RIDERS SURF. Их четыре доски в этой модели с разными дизайнами от сибирского дизайнера Виктора Салтымакова. В инстаграме он VITUN, обращайтесь. Вот такие вот аутентичные принты он делает, в том числе всякие там афиши в сноуборд-сообществе. И особенно в вейкборд-сообществе его очень хорошо знают. Он делал многие дизайны для промоделей, в том числе досок всяких вейковых. Вот, дальше. Идем по нарастающей. У нас идет доска, которая называется SURF MINI. MINI она потому, что у нас есть еще доска SURF PRO. Но в остальном это тот же самый размер 75 на 35. Доска без стоперов. Вот такой вот оригинальный дизайн. С гавайскими мотивчиками и серфингом. Дань корням серфбординга. Единственное отличие от предыдущей доски, то что у этой доски длинный ролик, который позволяет балансировать не только в этой плоскости, но и что очень важно. В плоскости, когда доска лежит вдоль ролика, и вы балансируете не с ноги на ногу, а с пятки на носки. Это очень круто прокачивает в сноубординге, например, баланс на контах, карвинг и прочее-прочее. А в серфинге, ну, в серфинге все повороты закладываются с помощью тела. И как раз-таки центр тяжести в этой плоскости очень важен. Благодаря длинному ролику доска не будет приподниматься, она будет почти полностью лежать на ролике, и можно прокачивать баланс уже в двух плоскостях. Ну, раз уже мы заговорили о серфовых моделях, у нас также есть доска Surf Pro. Ее сейчас нет в наличии в магазине, но, по сути, это вот точно такая же доска с вот таким роликом. И там еще идет в комплекте второй ролик меньшего диаметра, тоже длинный. Если мы говорим об этой модели, это модель Korg Surfer. Опять же, присутствует слово Korg, слово Surf. Здесь тоже у нас покрытие из пробки, такой принт незамысловатый, серфовый в виде серф-доски. И длинный ролик, который уже выполнен из переработанной бумаги. То есть в конструкции этой доски нет пластика от слова совсем. Здесь ролик 130-го диаметра, который вам позволит и в этой плоскости балансировать, и в этой. Доска сама длиннее на 5 сантиметров, здесь 80 на 35, что позволяет немножечко шире расставить ноги, и уже тренировать баланс. И эта доска больше для серферов. Лейк серф, серфинг. Для тех, кто собирается поехать свой первый серф-трип, в серф-школу, месяцочек подготовиться до, и вообще поддерживать форму после. Это баланс-борд ЭКО. Опять же, здесь у нас присутствует тема экологии, и вот такой значок ресайкла, переработки. В конструкции этой доски, как и в модели Корксерфер, например, не используется пластик, переработанная бумага, березовая фанера. Эта доска подойдет как взрослым, так и детям. От 8 лет. Универсальная доска, но без стоперов. Надо иметь это в виду. И вот такой вот угловатый шейп. Она чуть уже стандартных баланс-бордов. Здесь 30 на 75 сантиметров. Компактная штука. Дома будет выглядеть красиво. Мне хотелось, чтобы наши баланс-борды имели сцепление с ногами, когда ты на нем стоишь, и такой вот эффект, эффект наждачки на скейтборде. Поэтому я решил, в какой-то момент придумывал посыпать доски песком. Сначала это был обычный кварцевый песок. Потом, так как я много путешествую, я стал привозить песок из разных стран, с каких-то пляжей, серф-спотов. И потом уже сами наши друзья, покупатели стали привозить песочек из путешествий, в которые они ездили. Как правило, это серф-споты. Поэтому в каждом баланс-борде присутствует вот такая вот фишечка, наверное, частичка серфинга и серф-спотов в мировых наших баланс-бордах. Например, у нас очень много, ну, большая коллекция песка, которую мы используем постоянно. Там есть, например, и песок с Бали, песок с Сочи, Мальдивы, Филиппины. Все, что угодно, даже Камчатка есть. Можно вот, у кого попадется песочек черный, значит, это камчатский или балийский песок. Поэтому вот такая вот идея, ну, в которой нашла практическое применение в наших баланс-бордах. Мне кажется, это классно. Вот это, наверное, доска. Это такая своего рода вишенка на торте нашей компании. Доска называется Ресайкл Рокер. Как вы видите, эта доска, у нее есть прогиб в виде рокера, который минимизирует площадь соприкосновения с роликом. И за счет этого баланс такой получается почетче, да? И нужно больше внимания, чтобы устоять на доске. Она такая становится больше игривая, такая резкая. У нас на самом деле три модели с рокером. Вот одна из них здесь. И лично мне больше всего нравится эта доска, потому что за ней есть такая история, что однажды я приехал на фабрику за фанерой и увидел такую картину, что пришла фанера, большая упаковка, пачка листов. И значит, она упакована в фанеру плохого качества, самого низкого, такой 3-4 миллиметра. И после распаковки этой пачки фанеры вот эта упаковочная фанера тонкая просто выбрасывается. Для меня это был шок, конечно. Я подумал, блин, какого черта? Спросил, можно ли ее забрать. И мне, конечно же, разрешили это сделать и избавить их от мусора. И впоследствии я придумал вот эту вот модель, которая сделана из той самой упаковочной фанеры низкого качества. По сути, это мусор, который приобрел вид балансборда. Да, если мы берем прямые доски без рокера, это фанера. А вот эта доска уже склеена с помощью эпоксидной смолы и стекловолокна по всем традициям сноубординга. Здесь двуаксиальное стекловолокно, два слоя, можно даже увидеть. Вот. И упаковочная фанера, мусор. Еще одна модель балансбордов, BR Balance Boards. Это модель To Go, как кофе с собой. Очень компактная доска, на которой изображены вот принты от нашего любимого художника Виктора Салтымакова. Здесь различные средства передвижения. Под эту доску, кстати, есть чехлы. Вот. Так что можно с собой брать в аэропорт, в поездку, вручную кладь помещается, по габаритам проходит. Пластиковый ролик и большая доска. Она также популярна очень еще у детей, потому что за счет своих размеров, но для взрослых тоже подходит. Ну и для всех моделей досок у нас существуют чехлы. Их, правда, нет в наличии в магазине Squat, но я думаю, что скоро появится. И также можно докупить вот отдельно коврик с нескользящим покрытием снизу, специально для балансбординга. Отмечу, многие спрашивают, что вот как же йога-коврики. Йога-коврики не подходят. Зачастую, потому что у нас вот есть такие нескользящие полоски, которые ваш йога-коврик разорвут, как ты же грелку. Коврики из двух размеров. Это вот подстандартный ролик 40 сантиметров. Есть еще большие коврики, увеличенные для серфовых моделей с длинными роликами. В общем-то на этом все. С вами был я, Серега и балансборды Bear Balance Boards. Катайтесь, тренируйтесь, растягивайтесь. Обязательно подготавливайтесь к катанию, чтобы не происходило никаких травм, чтобы сезон внезапно не прерывался. Кайфуйте от жизни. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова